Вторая мировая война. Здесь трудно что-то добавить. Все мы понимаем, какой трагедия она была для всего мира, в особенности для народов стран Восточной Европы и СНГ. Нет ничего удивительного, что мы прекрасно знаем историю этой войны и ее наследие. Во многом знаем благодаря художественным произведениям. Сеттинг Великой Отечественной Второй Мировой войны послужил декорациями множества различных книг, фильмов и естественно видеоигр. Я думаю вы легко вспомните не один десяток и возможно даже сотню игр в десятки другом жанров, в которых используется идея «хорошие парни против плохих нацистов» в той или иной вариации, в жанре с различными уровнями историчности и так далее. Куча различных стратегий, симуляторов и даже РПГ. Но самым главным, популярным и, пожалуй, значимым для сеттинга жанром является шутер. Само по себе понятие «шутер про Вторую Мировую» это уже отдельный жанр игр. И он тоже разнообразен и разбит на поджанры. Классические FPS, тактические шутеры, рельсовые шутеры и так далее. Но! У каждого жанра есть определяющий момент. Не обязательно отправная точка, но выход настолько значимой игры, которая становится эталоном жанра для всех последующих подобных игр, которые делаются уже с отглядкой на этот самый эталон, внося лишь эпизодические правки в успешный рецепт, трансформируя жанр не настолько кардинально, но постепенно и со временем. И именно такой игрой стала Medal of Honor Allied Assault. Это не первая игра в данной серии, и даже не вторая. И, пожалуй, она даже не готовилась быть столь определяющей для жанра по замыслу её создателей, Electronic Arts. Но так вышло, что, по сути, спин-офф первых двух медалей за отвагу, которые были шутерами чисто консольными, и к созданию первого из них приложил руку даже сам Стивен, мать его, Спилберг. Спин-офф, повторюсь, потому что вышел на новой для серии платформе персональном компьютере, изменил игровую серию даже не столь сильно, как сам жанр. Первые две игры в серии, как я уже говорил, были эксклюзивами для консолей, конкретно для первой PlayStation, и вышли в 99-м и 2000-м годах соответственно. И разрабатывали силами DreamWorks Interactive, игродельным подразделением тех самых DreamWorks. Спилберга я упоминал тут не просто так. Но уже ко второй части Underground, те самые DreamWorks потеряли интерес к собственной игровой студии и продали её издателю EA, которые допилили Underground и стали думать, что же им дальше делать с новой франшизой, у которой уже был довольно успешный старт, претензия на кинематографичность и Epic. Решение было найдено довольно быстро. Франшизу дали в руки молодой студии 2015 Inc., до этого известной только разве что по выпуску одного небольшого дополнения для довольно значимой всё же игры SYN, Wages of SYN, для того, чтобы вывести медаль за отвагу на совершенно новый рынок, рынок ПК-гейминга. Причём на столь малоизвестную студию людей Спилберга и Электроников выбили самый настоящий id Software, к которым обратились изначально с предложением «А сделайте нам игру суть такова». И вот, взяв за основу движок id Tech 3, оригинальную концепцию серии и, естественно, относительно неплохой бюджет, ребята из 2015, напомню, не обладавшие большим опытом разработки игр такого масштаба, принялись за работу и спустя пару лет перевернули жанр. Сказать, что тогда в 2002 году от масштабов Alight Assault постановки кинематографичности, эпичности и даже, собственно, геймплей осносило башню, значит ничего не сказать. По сравнению со своими типичными консольными предшественниками, да простят меня любители консольных шутанов конца 90-х, Alight Assault сделал не просто два шага вперёд, он прыгнул в длину на олимпийский рекорд. Это ни в коем случае не был идеальный шутер, но для жанра FPS, который только недавно начал отходить от источертевшего всем рецепта «берём Doomquake Wolfenstein и копируем, лол», это был очередной и очень нужный глоток свежего воздуха. Да, в плане охрене от геймплея это был далеко не флешпоинт, это всё ещё был типичный аркадный шутан, бей, беги, собирай лечилки, но для серии он сделал шаг вперёд, дав игре нужную динамику компьютерной стрелялки. Простите меня любителей консольных шутанов с первой плойки ещё раз, но играть в них порой было просто больно. Для жанра же Allied Assault установил стандарт качества и формулу, которой следовали все шутеры по Второй мировой войне, и не только, в той или иной степени ещё очень-очень долго. В конце концов, после выхода игры большая часть разработчиков свалила из-под крыла Electronic Arts, дабы основать правильный Infinity Ward. Ну, быть может вы и слышали о такой студии? Серия игр Call of Duty ни о чём не говорит? Да, парни сразу продолжили делать то, что у них так хорошо получилось в первый раз. И сейчас, пожалуй, большинство при слове «шутер про Вторую мировую» вспомнят про серию Call of Duty в первую очередь, что, на мой взгляд, хоть и справедливо, но истоки всё же забывать нельзя. И вот, спустя почти два десятка лет с момента выхода игры, о значимости которой я прожужжал вам уже все уши, я и решился вернуться к истокам, и заодно понять, запомнил ли я медаль за отвагу такой, какой она и была. Игра встречает нас в довольно красочном и стилизованном меню, в виде комнаты для брифингов или что-то вроде того. Сейчас, конечно, старые текстурки выглядят немного мыльно, но в те времена очень впечатляло. Сама по себе игра начинается, по желанию, с обучения. Ах, да, современная версия на ГОК не обладает русификацией, что логично для игры, которую русифицировали тогда, пожалуй, только пираты. Но немного поколдовав, мы можем найти старые добрые пиратские русификаторы. Наше подразделение специализируется на секретных операциях. Эээ, я бы порекомендовал всё же озвучку Фаргуса. Ладно, взвод, слушайте, это спасательная миссия, так что поосторожней с огнём. Там ей занимались хотя бы профессиональные актёры, вроде Петра Гланса и Рогулда Суховерка. Озвучка нужна больше для удобства зрителя, так как субтитров нам тут особо не завезли, но что бы делать. Нас научат традиционным вещам. Поворачиваться, ходить, открывать двери и так далее. Подобных сцен мы видели кучу и... Да, тут нам по рации передают необходимость нажимать кнопки на клавиатуре, чтобы что-то делать. Мелочь на которую я всегда жалую в стилизованных обучалках, стилизованных под нарратив, под повествование игры. Ну да ладно. В первом Call of Duty данный сегмент выглядит, конечно, в разы лучше. Но и первая попытка ребят здесь тоже в кассу. Хотя гранаты тут полный отстой. После прохождения необязательного курса молодого бойца, мы вольны начать сюжет, который стартует с брифинга. Лейтенант Пауэлл, я полковник Харграф из отдела стратегических служб ОСС. Наш отдел специализируется в тайных операциях, обычно в тылу врага. Шпионаж, саботаж, внедрение. Вот чем мы занимаемся, лейтенант. Довольно необычный выбор подачи сценарной составляющей игры, сделанной в виде брифинга. Хорошо работает на атмосферу и помогает нам погрузиться в игру. Я уж молчу про то, что выглядит брифинг чертовски стильно, в отличие от какого-нибудь CGI-ролика, который уже спустя пару лет мог выглядеть ворвиглазно. Но, для кратости, мы лейтенант Пауэлл, и нас готовят стать частью специального подразделения ОСС, американского предшественника ЦРУ. И нашим первым заданием будет подготовка вторжения войск-союзников в Северную Африку в рамках операции «Факел» осенью 42-го. Довольно необычный выбор операции для типичной истории о союзниках в рамках Второй мировой войны, однако оттого и интересней. Наше основное задание — проникнуть под видом немецкого конвоя в город Арзев, спасти агента британских спецслужб Джека Грилло и устроить диверсию, подав сигнал к началу высадки союзников. Графон, как видите, сохранился не очень, особенно это видно в высоком разрешении. Эти полигоны, мелкие текстуры и прочее выглядят откровенно посредственно, и уж точно куда хуже первой колды, на мой взгляд, которая хоть и вышла всего через год по сути, но все же выглядит на порядок презентабельнее. Ну а геймплей, которым мы можем насладиться почти сразу же, благо немцы не купились на маскировку нашего конвоя, вот он, да, сохранился куда лучше. Начинаем убивать нацистов мы в компании нашего отряда, который тут тоже не просто так для галочки, но помогает нам сокращать контингент немецких солдат в Северной Африке. Но и они не бессмертны, к слову, слишком много попаданий по союзникам, и уже наш отряд сократится. Френдли файр, кстати, тоже присутствует в обе стороны, поэтому не рекомендую вставать на линию огня. По оружию вначале классика, М1 Гарант, характерный ПИНК, которого надолго запомнился всем любителям шутанов о Второй мировой войне, Кольт-45, с немецких солдат мы можем подобрать МП-40, наверное, самый известный пистолет-пулемет того периода, ну и куда же без станкового МГ-42, и куча скриптованных сцен с ним по ходу игры. К слову, о ходе игры, арсенал оружия будет пополняться и дальше, но о нем еще поговорим по ходу. В целом у нас есть 6 слотов, один на каждый вид оружия, пистолет, винтовка, пистолет-пулемет, автомат, граната и, кроме шестого, которые между собой делят панцерфаусты и дробовики. Так как игра шутер старой школы, ибо вышло почти 20 лет назад, жизнь у нас тоже ресурс лимитированный, поэтому никаких отсидок за укрытиями, которых тут просто нет как механики, укрывайся как хочешь, но привет лечилкам, которые пополняют разное количество жизни, и которыми также пользуются и твои напарники периодически. А если у отряда есть медик, то он с вами тоже с удовольствием поделится флягой другой. Сами большие миссии разделены на локации и сегменты, по прохождению каждого из которых нас ожидает обновленный брифинг на бумаге. Интересно, когда это Пауэлла успевает доставить бумажку, в которой описывается ход миссии и следующее задание, но это хороший способ обхода лимит на размер уровня, а миссии тут как бы я бы не назвал короткими. В итоге находим Грилла, который выглядит так, словно вместо капсулы с цианидом он принял 8 пинт Гиннесса, но это беда старого графония, я уже говорил, что игре не помешает ремастер. Грилла в лучших традициях британского спутника, главного героя в шутере про вторую мировую, довольно проактивен, привет капитану Прайсу, и руководит нашими действиями, заодно помогая раскрывать повествования не только через брифинги и катсцены, но и через геймплей. У меня конфисковали взрывчатку и документы, мы вернем их или миссия провалена, они наверное в кабинете коменданта. А также продолжает обучать нас по ходу игры новым механикам. Стрельба по прожекторам привлечет их внимание, лучше просто их избегать. Сажитесь ближе, лейтенант, я вам покажу как остаться незамеченным. К слову, атмосфера Северной Африки в игре действительно передана очень круто, что хорошо так контрастирует с привычными нам декорациями той самой войны и показывает нам несколько иную ее сторону. Ну а специфика миссии добавляет простому шутерному бей-беги еще и мизерный, но элемент стелса и вариативность. К слову, о стелсе и вариативность. Забрав взрывчатку и документы, взрываем зенитки, разделяемся и идем устраивать диверсию уже в одиночку на станцию обслуживания техники. Тут действительно появляется некая вариативность прохождений. Можно пытаться пройти все на стелсе, убивая лишь по неизбежности, а можно идти с гарантом на перевес убивать всех и вся, но наша основная цель уничтожение танков и вывод из строя грузовиков вермахта. После чего нас подберет грилла на непонятно откуда вздевшемся Уиллисе с пулеметом и нас ждет, позже ставшая привычной уже по Call of Duty, миссия с поездкой на машине в виде пассажира с оружием на перевес. И да, Лайда Салта вовсю задействует скрипты и насыщает декорации экшеном, так что несмотря на некую затянутость типичную для подобных секций, скучной она не покажется. По крайней мере первые пару раз уж точно. В общем, уничтожаем самолеты, вновь возвращаемся к привычному геймплею, зачищая бункера. Уничтожаем радиооборудование и... Двигаем далее к маяку подавать сигнал. Операция «Факел» прошла успешно. Наши силы давят на Ромеля с запада, британские войска Монтгомери перекрыли восток и, похоже, дни корпуса Африка сочтены. Майор Грилло восхищен вашими действиями и он запросил именно вас для следующей миссии. Как всегда, все, что я скажу, совершенно секретно. Следующая миссия закидывает нас из Африки аж к полярному кругу в Норвегию, Тронтхейм. Наше задание — уничтожить прототип радиолокационного оборудования для подлодок, Нексус, и заодно потопить одну из подлодок, на которую эту систему уже поставили, Ю-529. Подлодка, к слову, реально существовавшая и пропавшая без вести при невыясненных доселе обстоятельствах. Так что нас ждет несколько вымышленная миссия по мотивам, снова не в самых типичных для подобных игр декорациях заснеженной Норвегии. Мы проникаем на базу, сняв караул со снайперки. И Грилла, которого теперь озвучивает почему-то не Гланс в аргусовском переводе, странно, погибает, помогая нам попасть внутрь. Тронтхейм предлагает нам несколько иной геймплей, сильно завязанный на снайперском огне и уничтожении противника издали. Добавляет новый тип врага — собачек, которые хоть и милы в своей низкополигональности, но кусаются уж очень больно. Ну а следом целая новая механика. Паул находит экипировку немецкого офицера и документы. Ребят, документы, я свой. Документы. Документы. Все-таки приветствую меня. Документы. Эммм... Документы, которые дадут нам опцию прохождения миссии под прикрытием. Причем раскусить нас могут только вышестоящие офицеры, так что избегая их, мы сможем до самой подлодки остаться в лечении немца. И уже после взрыва U-529 начинается самый экшон с побегом Павла с базы. Сегмент с вентиляцией уж больно напомнил мне о первом халф-лайфе с ударением на слово «больно», но благо длился он не слишком долго. И успев забежать на поезд с норвежским сопротивлением, мы покидаем Тронхейм. Прекрасная работа в Норвегии, лейтенант. Благодаря вашим усилиям эскадры Крикс Марин, терроризировавшие Атлантику, были в 10 раз уменьшены нашими военно-морскими силами. Теперь, когда морские пути союзников в безопасности, открыта дверь для захвата Европы, которой мы планировали с самого начала этой кровавой войны. Эта операция имеет кодовое название «Оверлорд», и мы пробьем Атлантическую стену Гитлера на Нормандском побережье. Следом нас ждет, кто бы мог подумать, высадка в Нормандии. Да, это довольно очевидный выбор, не так ли? И в данном случае игра пошла по сценарию спасения рядового Райана, показав нам высадку на пляже Амаха, когда как та же самая колда годом позже показывала нам несколько иную часть операции «Оверлорд» в виде десантной высадки 101-й дивизии. Да, еще одно отличие Лайда Салта от своего духовного продолжателя идей в виде колды, это наличие лишенного протагониста в лице лейтенанта Пауэлла, когда, как в код, война показана еще и от лица британцев с советами. Хотя, может, это и к лучшему, что в игре не показана Красная Армия. Но, да, высадка на Амахе ждет нас, и оформлена она в лучших традициях, красочно и эпично, насколько позволял движок. Основная наша цель – добежать от моря к укреплениям нацистов, спасаясь от огня пулеметов и минометов. И, признаюсь честно, сделать это бывает непросто. Но, добыв взрывчатки, мы умудряемся проложить наш путь к укреплениям. Вперед, 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 давайте, прыгайтесь, вперед! Минные поля, двигайтесь, уберите, валяй! 2MG-42 плюс огонь из того бункера! Мы должны выбраться из этой лоружки, мы должны подняться и захватить отнимые точки! Чекперсон, Тебер, вы поднимаетесь, приготовиться, путь на траншею вон там! Заградительный огонь! После чего защищаем бункеры и занимаем точку Чарли. Следующей миссией будет поиск солдат 101-й дивизии, попавших в неприятности после десантирования. Гром! Бах! Ну ладно, десантнички! Тут тоже все по шутерной классике. Удержание дома от волн, набегающих в противниках при помощи бара нашего ручного пулемета и ЕМГ-42. Зачистка местности, снайперская дуэль, снова удержание, снова зачистка и, наконец, уничтожение ПВО для расчистки самолетами местной артиллерии. Далее мы знакомимся с панзершреками и противостоянию бронетехники, зачищаем очередной французский городок с нашим отрядом и уничтожаем немецкие ракетные комплексы Небельверфер, и на чем, собственно, и заканчивается Аверлорд. По крайней мере, для нас. И начинается новое задание. Немцы перебрасывают свои войска от Кале к линии только что открытого второго фронта, и заодно привозят для нас сюрприз в виде королевского тигра, который так-то страшен больше на картинках, чем в жизни, ох уж эта хваленая немецкая надежность. Тут, в ходе миссии, мы познакомимся с одним из лидеров сопротивления, француженкой Манон Батист, героиней Medal of Honor Underground и важным персонажем первой игры, и поможем ей устроить очередную диверсию. Не просто же так мы служим в ОСС. К слову, геймплей даже сейчас выглядит свежо, и, будучи не самым сложным шутером того периода, держит хороший баланс между легкостью и раздражением от кучи переигрываний. А уж зачищать особняк с дробовиком наперевес — это просто отдельное удовольствие. При этом искусственный интеллект противника не то чтобы сильно идиотничает, а напротив старается использовать укрытие, вовремя кинуть гранату, своевременно отступить, и вообще немцы порой сильно бесят своей меткостью. Особенно в ситуациях, когда их самих нихрена не видно. Вот уж не думал, как хорошо будет работать камуфляж в игре 2001 года. Надолго с Манон мы не задержимся, и нашей следующей миссией будет попытка прорваться к танку через город, полный снайперов. Ситуация, которую мы видели в множестве различных других художественных произведениях, но Alayda Salt — это просто памятник всем художественным произведениям о войне. Ну а дальше снова привет к All of Duty — поездка на танке. Да, разрабы из 2015, которая стала позднее Infinity Ward'ом, это дело очень любят, как оказалось. Механика танкового боя — это, конечно, далеко не флешпоинт, и выглядит, прям скажем так себе, особенно сейчас. Игрок полностью управляет танком, а я просто напомню, что играем из-за лейтенанта Пауэлла, который танкистом никогда не был. У танка нет пулеметчика, поэтому простую пехоту мы либо упиваем пушкой, либо давим. Ну а сама пушка... да, такое ощущение, что на Королевском Тигре стоит не 88-й калибр, а наводчик просто кидает петарду Корсар-2 под ноги фрицам. Но, благо, игра знала, где остановиться, и сегмент с танком всего один, и проходится меньше, чем за полчаса. Пока мы оставляем нашу танковую бригаду, нашей следующей целью является мост, на который нужно попасть танку, и который хотят взорвать немцы, чтобы наш танк туда не попал. Естественно, мы, будучи снайпером, не даем им это совершить. Еще одна интересная механика — отстрел бегущих к детонатору врагов, с параллельным отстрелом врагов обычных, которые из тыла пытаются нас атаковать. Следующей миссией станет проникновение Форд Шмерца на линии Зигфрида. Союзники продвинулись уже на территорию Германии, где нам необходимо проникнуть на завод, делающий прототипы МП-44, ну или Штурм-ГД-44, как вам угодно, автомата, который сильно смахивает на наш родной калашник. Миссия также довольно длинная, снова с опциями к прохождению. Привет, вернувшаяся механика маскировки под немцы, давно не виделись. Я, если честно, удивлен, что ты вернулась. Я думал, ты всего посетишь нас один раз. После чего нас ждет зачистка небольшого немецкого городка, которое заодно покажет нам нехилую такую интерактивность окружения. А затем, в ходе кучи попыток, боже мой, это самый сложный момент игры, пожалуй, захват железнодорожной станции и впоследствии поезда, на котором мы уже и ворвемся в Шмерцен вместе с отрядом рейнджеров. Это уже последняя миссия игры. И да, для шутера про вторую мировую не дойти до Берлина это как-то странно, но все же, тут больше фокус на спецоперациях, чем на полноценном наступлении. И данный уровень действительно хорошая такая проверка скилла. Скажу сразу, это единственная часть игры, которую мне приходилось часто перепроходить. Тут нужно использовать весь арсенал, от Кольта, Гаранда, Томпсона до СТГ-44 дробовиков. И это самая сложная миссия, единственная из них, где вы можете ощутить реальную нехватку боеприпасов. Врагов много, патронов мало, лечилки раскидано менее либерально, а коридоров в Шмерцене мама не горюй. Наша цель уничтожение химического оружия в глубине форта, пока рейнджеры заняты заложниками. После того, как мы слегка побегали в противогазе и подорвали нехорошие газы, настает время тактического отступления, пока форт пучит изнутри. И тут, пожалуй, я нашел один очень плохой элемент левел-дизайна в игре. Пожалуй, самый выпиющий и, наверное, единственный так сильно бросающийся в глаза плохой элемент левел-дизайна во всей игре, который лично мне омрачает впечатление о последнем уровне, но не о всей игре в целом. Но все же. Финальный сегмент с побегом до поезда построен так неудачно, что переигрывать его вы будете не раз и не два, если особенно не сохранили 100% здоровье. А учитывая, что этот сегмент должен быть непрерывным, с предыдущим сегментом они продолжают друг друга, это выглядит немножко кривожопенько, скажем так. Враги окружают Паула со всех сторон. Лечилки спрятаны прямо перед кучей врагов. С другой стороны баррикад. А отстреливаться, находясь в порте, долго вы не сможете, ибо вас взорвет вместе с ним. Единственный вариант — уповать на шанс и бежать к вагону. Это не было бы так плохо, если бы не являлось частью весьма скриптованного победы. Сега, как я уже упоминал, который внезапно прерывается такой сранью и несколько вытаскивает тебя из игры. Но, когда Пауэлл, наконец, забегает в выезжающий вагон под эпичные взрывы, завершается Medal of Honor Allied Assault. Что ж, такой ли он хороший, каким я его запомнил тогда, давно, почти 20 лет назад? Ну, в общем и целом, да. Это тот самый эпичный шутер, образец для всех остальных шутеров про вторую мировую, который мог бы храниться в палате меры весов в виде эталона. И, как мне кажется, который на фоне успешной серии Call of Duty от своих же разработчиков и на фоне падения серии медали за отвагу, которая уже никогда не смогла сделать хоть сколь-нибудь похожий по своему влиянию на индустрию продукт. Хм, вообще довольно забавный факт то, что серия Medal of Honor потом просто начала тупое копирование серии Call of Duty, в свою очередь, перенеся место действия и время действия своих игр в современность, копируя сраный модерн варфарии. Так, а ты что тут делаешь? Но до смерти серии, которая, впрочем, будем откровенны, хоть и жива, но разве можно назвать это жизнью в сравнении с живостью той же колды, было еще далеко. И Alight Assault, с великолепным геймплеем, роскошным и эпичным саундтреком, кинематографичностью, безумным экшеном и не слишком фривольным обращением с сеттингом и историей Второй мировой войны, поверьте, игра с большим уважением показывает то время и особенно хорошо отсылает к художественным произведениям, которые показывают то время, все еще играется отлично и бодро, и даже на фоне современных шутанов. К сожалению, я ничего не смогу сказать про мертвый онлайн-режим, добро пожаловать в GameSpy, а он в игре действительно был, и да, это снова протеча онлайн из Call of Duty, механически и фактически, разве что без карт с техникой. Но в остальном, Alight Assault – живая классика, почему-то часто незаслуженно остающаяся забытой на фоне более успешного духовного сиквела, в виде первой Call of Duty. Но игры из начала нулевых не были бы играми из начала нулевых, если бы к ним не выходили официальные дополнения. И к Алайдасалту их вышло аж два – Spearhead и Breakthrough, за авторством собственных студий Electronic Arts. И мой рассказ не был бы полон, если бы я оставил их неосвещенными в рамках данного видео, несмотря на то, что я тогда оба аддона пропустил мимо себя. Но, невзирая на кажущуюся простоту ситуации, ну, добавили они новых сюжетных миссий, и опять будешь пересказывать сюжет по 20 минут, унылый. Нет, тут все гораздо интересней. Начнем в порядке выхода со Spearhead. Аддон вышел через год, и радикальные отличия, кроме несколько изменившегося меню, видны сразу. Брифинги перед миссией сменились на воспоминания солдата под компиляцию из архивных кадров Второй мировой войны. Наш главный герой – сержант армии США Джек Барнс. И озвучивает его никто иной, как Гэри Олдман. Да, человек, которого вы точно видели хотя бы раз, даже если смотрите фильмы раз в десятилетие. К сожалению, субтитров нам опять не завезли, но еще не завезли и озвучку. Аддоны не просто так прошли у меня, ибо пиратели их уже в то время не так активны, как оригинал. Ну а сама непосредственная игра начинается с высадки в Нормандии. Тут мы уже примеряем на себя роль десантника 101-й дивизии, прямо как в первой Галде, которая вышла чуть позже, к слову. Но в остальном, пока что все выглядит до боли знакомо. И играется, в принципе, так же. До момента зенитка, пожалуй. Впервые нам дает поуправлять зенитным орудием для отстрелов лицев на земле. То, чего не было бы оригинальным. Причем даже неоднократно, но сначала нам нужно воссоединиться хотя бы с частью десанта. Однако из-за неразберихи после высадки дивизии перемешались, и мы становимся частью отряда британских солдат, которые вооружают нас по последнему слову британской армии. Пистолетом-пулеметом Стэн, известным своим магазином сбоку, и винтовкой Ли Энфилд. Тем самым спирхэд расширяет арсенал оригинала, представленный лишь американским и немецким оружием. Причем как Стэн, так и Энфилд отличаются от своих американских и немецких аналогов, так что какой-то смысл в расширении арсенала все же есть. Но и это не последнее изменение. Теперь в слоте под оружие может быть сразу несколько пушек. Да, ребята из Яллос-Анджелес постарались добавить разнообразие не только в арсенал игры, но и в арсенал игрока. Насколько реалистичной была бы Носка куча винтовок и автоматов, не мне судить. Но с точки зрения геймплея, возможность одновременно нести на себе обычную винтовку и снайперку серьезно облегчает жизнь, уж поверьте. Плюс добавили возможность бить прикладом от любого огнестрел, которая в оригинале присутствовала лишь у пистолета. Притом фрицы могли тебя там бить прикладом своей мпшки сколько угодно. Еще бы прицеливание сделали нормальное по правому клику мышки, тогда бы цены им бы не было. Но на то время это еще не было стандартом в шутерах, увы. Снова передаю привет флэшпойнту, кстати, который одним из первых начал популяризировать эту фишку. А вот что не облегчает мою жизнь, это местные анимации диалогов. Скажем так, не знаю, задумывались ли они такими дерганами изначально, но выглядят они так неестественно, словно ребята сильно переигрывают. Причем переигрывают специально. Из-за чего несколько рушится тон игры, как и пусть аркадного шутера, но шутера серьезного и на серьезную тематику Второй мировой. Хотя проблема с тоном даже несколько шире, так как у нас сменился игровой повествовательный прием между миссиями. Как я уже говорил, вместо брифингов у нас есть архивные видео и слова Барнса, вспоминающего детали той войны, а также стихи Барнса, которые тот читает о войне после прохождения миссии. И это неплохо само по себе, к слову, нисколько, просто несколько диссонирует с оригиналом. Текст между секциями миссии в виде, я не знаю, послания для Пауэлла, которые ему любезно приносили курьеры в распечатке с прогрессом и новой информацией по миссии, сменился на... арты. Да, просто на арты. Арты на тему происходящих в игре событий. Причем арты довольно неплохие. Катсцены также стали играть куда более важную роль в повествовании, что логично, и игра старается быть все же более гематографичной, чем оригинал. Хотя иногда от этого страдает... Да, пожалуй, все от этого страдает. В остальном же все на месте. И за счет добавления новых механик, да, из 88-й нам тоже дадут пострелять, Спирхэт играется достаточно свежо, даже сразу после прохождения оригинала. Но мне кажется на его фоне несколько более легким. Серьезно, я пару раз задумывался, а не выбрал ли я случайно легкий уровень сложности при начале прохождения. Но нет, сама игра стала значительно легче по ощущениям. И в разы мельче. Что, естественно, для аддона, но, как мне кажется, 3,5-4 часа геймплея за цену аддона, это как-то... Это как-то неуважительно многие DLC современные куда дольше. Нашей основной миссией в Нормандии становится подрыв моста, по которому вот-вот пойдет бронепоезд, с чем мы достаточно успешно справляемся, после чего отправляемся в Орденский лес, к старым добрым заснеженным уровням. Первая наша цель — уничтожить зенитки при помощи бомб-липучек, еще одно пополнение арсенала, которые функционально отличаются от обычной взрывчатки тем, что обладают фитилем и возможностью подрыва выстрелом, что иногда бывает крайне полезно. Ну, а затем мы с товарищами реквизируем у немцев грузовик с провизией и сопровождаем его за пушкой. На немецком Сундеркрафта... Сундеркрафтвах... 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 На немецком бронетранспортере с прикольной противотанковой пушкой. И данная миссия эскорта в плане экшена оставляет миссию на танке из Алайда Салта далеко позади. Тут буквально каждая секунда наполнена экшеном. И это единственное место игры, которое не так просто будет пройти. Но насладиться немецкой провизией нам не дадут, ибо позиции наши попали под обстрел. Игра вновь пытается разнообразить геймплей за счет новой механики. Теперь наша цель добежать через все наши позиции до медика и обратно, с тем же самым медиком. При этом не попасть под минометный и артиллерийский огонь. При норовиться можно быстро, достаточно бежать от укрытия к укрытию. Ну а после артподготовки что следует? Естественно штурм. Немецкие солдаты пытаются прорвать наши фланги. И только Барнс способен удержать их оба, попутно уничтожая танки противника и ведя уже свой минометный огонь по наступлению. Последней миссией в Орденах будет крупно-масштабное контрнаступление сил американцев на укрепленные немецкие позиции. По эпику уступающая пляжу Амахи, конечно, но за счет разнообразного геймплея играется куда бодрее тягучего наступления от моря к бункерам. К тому же тут нам дадут пострелять и по люфтваффе. После послушаем стихотворение о войне в исполнении Барнса, в исполнении Уолдмана, и перейдем к последней части Спирхеда. Битве за Берлин. Да, тут уже я решили закончить игру на мажорной ноте, и Барнса отправляют прямиком в Берлин помогать отряду советских танкистов. Да, подумаешь, танк-то всего-то почти полтора года стоит на вооружении Красной Армии. Советы говорят нам исследовать место падения американского самолета. И мы, вооружившись по последнему слову советской Красной Армии, двигаемся на точку. Да, игра добавила свой арсенал ППШ, винтовку Мосина, СВТ-40 с прицелом и наган. И да, каждое новое оружие, как и в оригинале, как и ранее в Спирхеде, действительно отличаются друг от дружки. В Берлине мы как следует ощутим всю пользу от новых бомб-липучек и покатаемся на Т-34. И тут внезапно разрабы снова уделали оригинал в реализации. Танковый бой за счет добавления пулемета, как способа нейтрализации пехоты, и за счет более адекватного показа импакта от выстрелов из пушки, выглядит в разы серьезнее и презентабельнее. Это все еще не флешпоинт, далеко не флешпоинт, но это плюсик в карму за то, что ЕАЛА пытались действительно улучшить игру. У них не всегда получалось, но они пытались. В итоге мы вместе с товарищами удерживаем мост на наших танках, дожидаемся поддержки с воздуха, и на этом заканчивается Спирхэд. Хорошо, что Барнса не отправили брать Рейхстаг, а в виде как ребята легко кидали Барнса от отряду к отряду, они могли, чем черт не шутит, но данный аддон, на прохождение которого можно потратить максимум часа 3-4, не слишком однозначен. Во многом из-за своей продолжительности и кричащей разницы в тоне Салайда Салта. Но, я бы сказал, что он достоин прохождения. Спирхэд это прям эталон фразы «шутирок на вечерок». Он проще оригинала, динамичнее, в нем больше экшена на минуту времени, и при этом он действительно без труда проходится за вечер. Да, не знаю за сколько продавался Спирхэд, я бы не отдал за него больше, чем за недорогое DLC, но ныне, когда он идет в комплекте к оригиналу, причин не заценить его просто нет, если вы хотите поиграть в Алайда Салт. Большинство изменений, которые были привнесены в игру, напрашивались еще и в оригинале, и позднее были реализованы разработчиками в Call of Duty, другими разработчиками, 2015, которые стали Infinity Ward'ом, и A.L.A. тут никакого отношения к ним не имеют. Ну а те изменения, что на мой взгляд были несколько мимо кассы, не то чтобы сильно вредят общему впечатлению об игре. Со следующим же аддоном Breakthrough все же будет несколько сложнее. У нас снова смена повествовательного приема перед заданиями, на этот раз снова архивные кадры войны, но теперь никакого Гарри Олдмана, вместо него речи полководцев времен Второй мировой. Катсцены же остались, причем я бы сказал, что постановка первой катсцены игры даст фору и многим современным играм, и новые модельки персонажей в сочетании с погодным фильтром и песчаной бурей умело маскируют визуальные изъяны движка игры. Тем более, что мы вновь оказываемся в Северной Африке, в рамках операции Факел. Геймплайны же нас сразу включают в бодрый экшен, и песчаная буря добавляет пусть и кинематографично-карикатурной битве, какую-никакую атмосферу. Breakthrough не притворяется, будто бы вы не играли в Alight of Salt и Spearhead, и с места в карьер бросает нас на абразуру. В первой же миссии нам выдают танк, благо с механикой управления из Spearhead'а, а не из оригинала, и вообще не отвлекаются на обучение. Вообще, как и со Spearhead, чувствуется серьезное различие в тоне, ибо здесь мы вновь играем за простого солдата, который по факту стоит целой армии. Наш протагонист, сержант Бейкер, чуть ли не в одиночку решает судьбу первой же битвы, которая в игре показана масштабной и суровой. Да, в Alight of Salt мы тоже играли за суперсолдата, но там и операции были иные, в основном секретные, проникновение на базы, диверсии и так далее. Кроме пляжа Амаха, разве что, да. Играли мы за спецагента по современным понятиям. Ну а что в Spearhead'е, что в Breakthrough? Наши герои — это самые обыкновенные солдаты. Убив всех немцев, как обычно, нас ожидает новая катсцена, в ходе которой мы успеваем поглядеть на минный трал и снова геймплеем. Во второй же миссии проявляется, пожалуй, самая главная проблема Breakthrough. Если в Spearhead'е я думал, что я случайно поставил сложность на Изи, то тут я долго гадал, а не включил я случайно Хард. В Spearhead большинство врагов умирало быстро, коцало нас помаленьку и затыков особо не случалось. Кроме разве что миссии на броневичке лично у меня. В Breakthrough коцают враги сильно, сами умирают неохотно, но, что самое главное, с них практически не даропается амуниция и здоровье. С одной стороны, хочется поаплодировать решению не давать собирать дроп-патрон с врагов. Это плюс к реализму. Магазины МП-40 не подойдут к Томпсону, как бы. Да, но... Столь радикально менять баланс, при этом не компенсируя это ничем и никак, в том смысле, что мы не можем подобрать не только патроны с трупов, даже с них оружие нам недоступно. Единственные дропы патронов раскиданы по самим уровням, и их уж очень сильно рекомендуется не пропускать. А когда как в Алайда Салт и Спирхэд мы тонули в тех самых боеприпасах, в Breakthrough уже... у меня несколько раз кончались патроны в принципе. Даже в пистолете. Но мы идем дальше. Миссии в Северной Африке идут на контрасте с теми же миссиями из оригинала. Тут мы посетим большие города, покатаемся на лодочке, но без бриташек никуда. Поможем им занять периметр, и следующей нашей задачей будет найти двойного агента Клауса, который поможет нам устроить необходимую диверсию. Что ж, отправляем! Игра снова довольно интересна и необычно подает себя. Весь дальнейший сегмент будет состоять из беготни по городу тайком, уворачиваясь от патрулей нацистов, пока те внезапно не настигнут нас и не заставят применить тактическое отступление. Клаус! Клаус! Мы вроде бежали, отступим! Клаус! Дай пройти! Клаус! Клаус, блять! Игра внезапно вспоминает механику из оригинала с переодеваниями в немцев и документами. Правда, тут она реализована несколько странно из-за легко ломающегося скрипта, ну да ладно. Мы добираемся до порта, и у нас снова есть выбор, пойти по трупам или же раздобыть себе документы получше и попытаться пробраться на корабль, который нам нужно подорвать тайком. Второй вариант предпочтительнее, тем более, что повоевать мы еще успеем. Но после подрыва наших бомб... Нет, главный герой выживает. Однако теперь нам предстоит спасаться с перевернутого корабля. Окей, должен признаться, это довольно оригинальная находка. И действительно, аддоны, несмотря на свою, казалось бы, простую цель, заработать еще денег на уже выжатшей игре, продолжают добавлять что-то свое и оригинальное. Но сбежать с корабля это одно, а дальше нам нужно будет убежать из города. И хоть Клаус вовсе не грилла в плане посильной помощи, но даже с ним делаем мы это без особых проблем. Пусть и с пустыми магазинами. И на этом заканчивается наша североафриканская командировка. Следующий пункт назначения — Сицилия. Да, еще один не самый типичный выбор операций для показа в игре, ибо итальянскую компанию союзников показывают в играх и фильмах не то чтобы очень часто, мы летим на десантном самолете в компании пары солдат и одного Уиллиса. Однако... Но авиакатастрофу наш главный герой переживает в целости. И теперь уже в одиночку нам предстоит бить не нацистскую заразу, но фашистскую гниду. Впрочем, начало итальянской компании сильной оригинальностью не отличается. Кроме декорации и нового оружия, да, мы вновь, как и в Спирхеде, расширяем арсенал нашего ГГ, на этот раз за счет итальянской винтовки Каркана, пистолета-пулемета Масчетта, винтовка с глушителем Делайл и автомата Викерс Бертнер. Миссии же на данный момент это, можно сказать, бест-офф оригиналов. Взрыв корабля, это миссия по мотивам миссии с подлодкой, поездка на джипе, похоже на он из Арзива, разве что в Арзиве не было бессмертных мотоциклистов, выдерживающих пару десятков пульта из тридцатого калибра прямым попаданием, ну а дальнейшая миссия по диверсии, это улучшенный вариант похожей миссии, опять же, из Арзива, с усложнением. Впрочем, после удачной диверсии нас ждет новое задание. На мирно едущий джип с нами в качестве пассажиров внезапно нападает танк, ну и бронетехника нам нипочем, покуда у нас есть базука. Но вот когда бронетехники становится много, тут уже другой разговор. Этот сегмент, пожалуй, самое близкое, что есть в Медалу Вонере к босс-файту. Мы должны защищать башню, где мы находимся, и не дать танкам дойти до периметра. В нашем распоряжении есть базука, несколько зарядов к ней и два миномета. И... Боже, сколько раз я переигрывал эту миссию. Хотя, казалось бы, минометы это мой самый страшный враг в этой игре. Появились они еще в Спирхеде, но так как там можно было спокойно обходиться без них, я не обращал внимания на весь масштаб проблемы. Тут же их использование... Обязательно. И, боже, более неудобного прицеливания я не использовал, пожалуй, никогда. Во-первых, прицела как такового тут нет. Ты должен целить свой миномет наугад за счет направления и угла. Логично, казалось бы, но без визуальной индикации, куда упадет мина, это делать тяжело. А когда тебя окружают приближающиеся танки, делать это, бегая от одного миномета к другому, весьма проблематично, учитывая, что мины летят небыстро, и пока ты пристреляешься, танк уже подползет вплотную. А заряда в базуке тебе не хватит на все танки. И идут они волнами. Их много. Да и к тому же они любят иногда пострелять по тебе из пушек. Так что, да, назад к минометам. И всегда было тяжело описывать неудобное управление. Но лучшим способом я, пожалуй, бы описал прицеливание миномета, как попытку прицелиться инвертированной мышкой через зеркальное отражение экрана сверху вниз. Не поняли? Ну, увы, лучше не будет. Движение мышки при попытке прицеливания с минометом просто контринтуитивны для игрового процесса, который был до этого. Для реализма, окей, как только ты догадываешься о взаимосвязи движения мышки и изменении угла в должном соотношении с тем, куда падает заряд миномета, это вообще не проблема. Окей, это реалистично. Но в динамике эпизода, особенно когда на тебя валят танки, это просто сложно, поверьте. Но после того, как мы разбираемся с танками, нас ждет следующая миссия по спасению отряда САС, попавшего в засаду, в которой смешалось все. И обычный шутер, и отстрел врагов 30-м калибром во время поездки на джипе, и снайперские дуэли, и даже использование артиллерии. Заканчивается миссия тоже довольно необычная. Нам нужно обеспечить безопасный отход военнопленных к грузовику для эвакуации. И отходить они будут по одному, пока с разных точек будут подходить немецкие снайперы, которых нам и нужно будет убить быстрее, чем те добьют бриташек. Ну и следующая миссия начинается с... Снова внезапный привет флэшпойнту. Подрыва транспортной колонны, который плавно перетекает в подрыв бронепоездной артиллерии и длительной поездки на бронетранспортере, оканчивающейся эпичным взрывом. Вот чего-чего, а нацеленности на экшены и вариативности брейк-тру точно не отнимать. Хоть и из-за этого и слишком часто страдает тон и серьезность, иронично походя на Call of Duty больше, чем на оригинальный Allied Assault, особенно в моменте, когда ты едешь один на броневике, но при этом управляешь и пулеметом, и пушкой, при этом введя тот самый броневик, но ладно. Последняя миссия также многосекционна, начинается с поездки на джипе, этот сегмент в игру вставляют уж слишком часто, и он успел мне так порядком поднадоесть за 4 часа прохождения, который плавно перетекает в удержание здания от волну врагов, затем в стандартный шутерный коридор, снова в удержание здания, снова в коридор, и, наконец, где-то спустя час, миссия действительно длинная и сложная, завершается еще одной вернувшейся механикой из оригинала. Отстреливай врага, который бежит ко взрывателю. Мы удерживаем замок, на который наступают фрицы и итальянцы, и доблестно вызываем огонь на себя, точнее, бомбардировку союзных сил. И нам нужно удерживать вышку от подрыва немцами, пока сообщения не передадут по радио, которое в данный момент чинится. И пока наши герои оставляют замок и окрестности, понятно, что для драматизма и реализма они бы никуда не ушли, а погибли бы героями под бомбами своих же, но какой же был бы тут хэппи-энд, мы наблюдаем, как какой-то замок где-то в Италии бомбардируют силами. Такое ощущение, что все авиации союзников. Мне кажется, что Дрезден бомбить вылетало меньше самолетов. И на этом заканчивается второй и последний аддон Collide Assault. Breakthrough. Как я уже говорил, менее однозначный, чем Spearhead. Хотя у обоих есть серьезные проблемы с тоном, гуляющей сложностью, балансом и так далее, но Breakthrough мне показался несколько слабее. С точки зрения сюжета, оба не очень, прям скажем. За желание показать Красную Армию Spearhead, конечно, плюс, но какого хрена с отрядом советских танкистов делал Барнс, я так и не понял. Ну а Breakthrough плюс за великолепную постановку некоторых кат-сцен и местами отличную постановку боев, которые по-настоящему выглядят масштабными сражениями даже на таком устаревшем движке. Но воспринимать их стоит скорее как среднего качества сиквелы к основному, очень хорошему произведению. Так сказать, как Терминатор 3 по отношению к первым двум Терминаторам. Стало больше экшена, игра подает себя менее серьезно, но от этого только несколько страдает атмосфера, которая для аркадного Ташутана в Alight Assault еще как присутствует. На мой взгляд, Medal of Honor Alight Assault действительно по сей день смело можно запускать, не боясь излишней сложности, устарелости или графической посредственности. Если вы любите игры про вторую мировую, но упустили для себя одну из самых значимых игр в сеттинге, я рекомендую вам попробовать ее. Если же вы уже играли в нее когда-то давным-давно, то откройте ее для себя вновь. С момента выхода я проходил ее трижды. Тогда в начале нулевых, потом ближе к десятом, и вот уже сейчас для этого видео. И могу сказать, что игра не потеряла своего шарма, и пускай по современным меркам геймплей может показаться несколько топорным для любителей шутеров новой школы особенно. Но, как мне кажется, не зря ее разработчики все же основали одну из самых успешных видеоигровых франшиз на все том же багаже Медали за отвагу. Ох, не просто так это случилось. Ох, не просто так это случилось. Ох, не просто так это случилось. Ох, не просто так это случайно. Что было database? Продолжение следует...